Микс Ньюс Бывший министр обороны, ныне депутат Сейма, 13-го созыва, Раймин Бергманс у нас сегодня в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Да, может быть действительно мы начнем с такого актуального политического вопроса, поскольку уже 25-го мы знаем, что будет важный процесс, но 29-го тоже не менее важный процесс, это выборы президента Сейма. Сейма впервые будет проводиться в таком открытом режиме, многие считают, что в результате интрига убита напрочь. Как вы все это оцениваете? Я так понимаю, что все-таки у оппозиции, а Союз Зеленых Крестьян сейчас нынче тоже находится в оппозиции, было такое мнение, что надо дать больше возможностей вообще как-то кандидатам себя проявить в дебатах, поэтому лучше собираться не 29-го мая, а 5-го июня, но вот президиум Сейма решил по-другому, как бы вы это прокомментировали. Ну, я думаю, для всех жителей Латвии, конечно, было бы интересно узнать кандидатов в президенты нашего государства, какие у них видения на будущее, но до этого момента мы слышали ничего, не слышали, мы знаем, что был выдвинут господин Левит, сейчас выдвинут господин Янсен и господин Шмидт, но никаких дебатов не было, я не знаю, будут ли, потому что остается очень мало времени, ну и этот будет, ну, такое, если они и будут, то вряд ли, наверное, они смогут быть такими плодотворными в таком коротком времени, а результат, я думаю, будет очень, в данный момент хотели как лучше, я думаю, не получилось как лучше, но это не относится к конкретным выдвинутым кандидатам, потому что, ну, вот этот процесс, когда коалиция договорилась уже какое-то время обратно, что они будут голосовать за господина Левита, ну, получается, что они договорились, не проголосовали, а договорились, что у нас президент будет, вот, господин Левит, и вот это открытое голосование, ну, как, это, я думаю, если бы был один кандидат, то вообще, наверное, было бы очень интересно, как голосовать, если один кандидат, дебатов не было, ну, как-то, наверное, это ситуация не очень-то, по-моему, хорошая, если сейчас и не будет дебатов, то это тоже, наверное, будет очень странно, ну, мы выбираем президента, он может быть и 4 года, и 8 лет, это довольно-таки продолжительное время для государства, это очень важно, про самих кандидатов я, наверное, не буду высказываться, это любой человек может сам прочитать, узнать о них, но, конечно, это дебат, это очень важно для, я думаю, тем более для такого сейма, который сейчас 60% новоизбранных депутатов, и это для них, я думаю, очень важно было, чтобы знать, какие видения о каких-то конкретных вопросах, о внутренних, о внешних, о обороне, о экономике, о социальных проблемах и так далее, и так далее, чтобы это все было, ну, депутаты слышали видение кандидатов и могли бы, наверное, выбрать, но сейчас, наверное, уже не нужно это, потому что коалиция, наверное, договорилась, и как-то странно слышится, что мы говорим о голосах, которые нужны для выбора, а не говорим о сути. Ну, не получается ли вообще, что эти кандидаты, которые появились, ну, можно сказать, в последний момент, кроме господина Левица, что они такие, ну, вот, надо, чтобы не только он был, чтобы какой-то выбор и голосование все-таки состоялось как голосование, поэтому надо кого-то. Ну, я об этом уже говорил перед этим, что, ну, если был бы один кандидат, то я понимаю, что вообще никакого выбора нету вообще. Ну, я надеюсь, что все-таки будут, ну, закончатся выборы Европарламента, ну, там остается два-три дня, но как это все, это преподнести или будут, и они согласятся, я не знаю, на данный момент, мне нет такой информации, это, я думаю, не есть очень хорошо для, ну, если мы говорим о будущем нашего государства. Я понимаю, что не можете говорить за всю оппозицию, но как вам кажется, есть ли такой вариант, я так понимаю, такие слухи идут, что оппозиция в знак протеста вообще может отказаться от участия в выборах? Ну, я, наверное, не смогу, как и вы правильно выразились, высказаться за всю оппозицию, но есть всякие виды борьбы оппозиции и позиций, но я не думаю, что это самый лучший вид, потому что мы вокруг первой персоны государства, вокруг президента, который для всех, живущих здесь в Латвии, все-таки является символом, и, ну, я думаю, что такое, вот такая дискуссия, как и сегодня утром, это, я думаю, не есть хорошо, потому что, ну, все-таки мы надеемся, в любом государстве люди смотрят, это какой-то символ всего государства, и поэтому, если проходит такая выбор, то, наверное, не все останутся, наверное. Ну, посмотрим, увидим, это, я думаю, очень важно, чтобы люди, которые, это одно какое сейчас у нас предчувствие, и то, что люди будут делать, потому что были многие случаи, когда люди думали, что ничего не получится, или выбрали не такого президента, а в конце концов оказалось, что это, может, самый лучший президент. Мы видим, что целый ряд экспертов, вот, как бы, так, очень с тревогой смотрят на те или иные определенные действия правительства нынешнего, и правящие коалиции точнее, но мы знаем, что, вот, министр юстиции на днях, там, выразил, как бы, свое недоверие генерального прокурора, правда, непонятно, к чему здесь генеральный прокурор и министерство юстиции, и никаким образом не связаны, но, тем не менее, он выразил недоверие, мы знаем, что есть какой-то черный список тех должностных лиц, которые должны быть уволены, вот, что это, на ваш взгляд? — Это трудно сказать, списка я не видел, о том, что говорят, есть такое, это одно, когда, вот, я буду своим глазами, если бы я этот список видел, то я бы мог это утверждать, ну, конечно, и вчерашнее заседание, которое, наверное, сейчас, ну, по-другому называется, смысл не меняется, — Коалиционный совет, да, — Коалиционный совет, это было, сейчас какое-то собрание, ну, я не выражусь, наверное... — Коалиционное собрание, да, что-то очень сложно даже, как они это называют, Коалиционный совет, в общем, да, суть так, — То же самое. Даже они не могут, и они не могут выразить, почему это, я вчера слушал и в публичной, публичной, что господин Пабрикс тоже говорил, что надо какие-то же, ну, юридические, ну, аргументы, ну, как можно просто, ну, вот, не нравится человек, и его снимаем, ну, для любого человека, я думаю, если мы живем в демократичном, мы, как это будет по-русски, бескомпромисс, бескомпромиссная законность, — Законность, тогда, наверное, надо как-то законами руководиться, и поэтому это очень важно, чтобы... — И если мы посмотрим это с одной стороны, как это выглядит здесь внутри страны, ну, если я, например, живу за границей, я не слежу за происшествием в контексте. — Конечно. — Я открываю газету и читаю, вот, министр юстиции выразил недоверенность к генеральному прокурору страны. — Скандал. — Ну, это, ну, это скандал, это реально скандал, и тогда у людей, которые, может, и какие-то, ну, консультанты или компании, которые намеренно думали, может, сюда прийти с инвестициями или как-то здесь свой бизнес развивать, ну, они, подождите, подождите, ну, может, подождем тогда с нашим приходом. — Это не так легко, это только смотрится внутри, надо смотреть этот контекст, тем более мы живем сейчас в глобальном мире, где, ну, как, наши возможности передать информацию, они моментально, и мы видим, как это может повлиять на всякие, не только хорошие мероприятия, но и на плохие, это скорость передвижения информации и влияние на какие-то процессы, они очень большие, и поэтому любое такое высказывание, оно может повредить не в данный момент, может, а то, что может произойти у нас в государстве через некоторое время. И я это вижу в такой совокупности, мы же помним, что и господин Бордонс написал письмо посольства, когда происходил процесс становления нынешней правительства. И поэтому, ну, это надо всегда обсуждать, это не так легко, это нельзя смотреть только. И я думаю, если мы возвращаемся о том, что вы задали вопрос про президента, то президент это не только то, что происходит за границами нашего государства, но и президент ответственный за то, что происходит в нашем государстве, поэтому это очень важно, чтобы это было понятие, чтобы люди, которые ответственно относятся, которые занимают ответственные должности, видели, что этот контекст внутренний и то, что происходит внешне. Относительно темы президентов, как раз сегодня правительство с закрытыми дверями будет решать вопрос об охране президентов, бывших президентов. Сегодня будет приниматься такое решение. Три проекта распоряжения об охране Вайровики Фрейберге, Валдеса Заттларса и Андреса Берзинча существуют. Вы с ними ознакомились, знаете об их существовании? Я в данный момент не ознакомился, это интересно. Обязательно пойду сейчас на работу и ознакомлюсь, потому что я работал в службе безопасности. Я помню, только не помню, который из президентов, ну по-моему, первый это войск сказал, что ему не надо охрану. И тогда мы так медленно старались объяснить, ну хорошо, это то же самое, что буквально только что мы говорили, внутренний контекст и внешний. Хорошо, здесь внутренний, не будем охранять. А когда приедут другие люди из других государств, как мы будем обеспечивать их безопасность? Потому что люди не задумываются, это, по-моему, одна из таких очень плачевных ситуаций в нашем государстве, что у нас люди, у нас это очень безопасно. И люди не думают, что это очень важная ценность. Это очень важная ценность. Но люди, которые ищут брешь в какой-то безопасности, они всегда будут искать слабое место в звене, чтобы сделать что-то плохое. И поэтому это надо. И это не значит, что если мы сейчас живем здесь мирно и безопасно, что люди, которые ищут, как я говорил, брешь, они будут искать. И это пример того, что произошло в Новой Зеландии. Я буквально недавно встретил одноклассницу, которая уже 20 лет живет в Новой Зеландии. И она ей два раза переспросила. Она говорит, у них полицейских нет огнестрельного оружия. У них, на улицах, у полицейских не было огнестрельного оружия. Может, сейчас бывает. Ну, так вот, это и есть то отношение. И вот, получается, вот такие трагедии. Поэтому отношение к каким-то... Ну, это, наверное, не легко. Но это составляет часть из той работы, которой, или той должности, которой ты занимаешь. Если ты премьер-министр, если ты президент, то это соответствует твоей. Ну, поэтому это очень важно. Я не знаю, что в этом проекте там прописано и почему. Но даже для тех людей, которые вы назвали, тех бывших президентов, это все-таки важно, чтобы хоть один человек, хоть он работает у них шофером одновременно и отвечает за безопасность. У человека может случиться много чего. Эти люди очень хорошо подготовлены в общем. И они могут в любой какой-то кризисной ситуации, это, не дай бог, конечно, в любом кризисном ситуации, помочь этому президенту. Это, я думаю, очень важно для того, как мы относимся к тем людям, которые были президентами. Это в любом государстве, думаю, такое отношение. Это важно. Абик уже упомянул, что вы в оппозиции теперь работаете, были в коалиции. И вот, в частности, господин Пуц, министр окружающей среды, регионального развития, да, большая реформа, которая, ну, обсуждалась, еще будет обсуждаться и обсуждается сейчас. Это регионы и их какое-то упорядочение. Как вы к ней относитесь? Вы уже критиковали эту инициативу? Ну, в данный момент это есть много вопросов, которые я слышу и от людей, которые в регионах и самоуправлениях, что нет никакого информации, как это будет выглядеть. Ну, карту перерисовать, это, ну, не так просто, просто взять численность людей и расфирмировать. Но в данный момент я слышал, что они собираются посетить все 119 самоуправлений. Только маленький вопрос, в какое время? Если ты приезжаешь в рабочее время, ну, кто туда может прийти навстречу? Вот я тоже интересовался, вот эти дискуссии, когда? Ну, вот когда? Вот у нас, например, вот сейчас лето, ну, это 90 дней. Ну, ладно, я не знаю, можно ли нормально продискутировать 2-3 самоуправления в день? Нет, это не нормально. И это не хорошее отношение. На полчаса можно приехать, что-то заслушать. Да, прочитать презентации, PowerPoint показать и все. А если ты хочешь серьезно обсудить проблемы, и там очень много проблем, и разных проблем, и даже на которых мы даже не можем в данный момент даже представить, как это будет развиваться. Ну, это, я думаю, это, дай бог, чтобы не получилось, но это, вот это отношение, как мы выполняем, и если мы хотим достичь какого-то эффекта, или что-то сделать для хорошей для государства, так это надо серьезно разговаривать с каждым человеком. Потому что, ну, самоуправление же вкладывали, развивались, думали. Они брали кредит. Ну, а кто, например, вот сейчас объединятся? Кто будет отдавать кредит тех самоуправлений, которые станут сейчас больше? Вот кто? Это хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Не, ну, если они брали кредит в госкассе, ну, пускай госкасса разбирается. Нет, это в госкассе, да, а там другие, ну. А потом, например, ну, они забрали... Это очень хороший вопрос, на него ответы вы пока не услышали, да? Ну, об этом я же говорю, но это так легко, нельзя все объяснить и решить. Ну, я говорю, карту нарисовать, это возможно, написать, может, критерии, но для чего мы это делаем, ну, всем логично, ответ один, ну, чтобы улучшить жизнь с жителем. Ну, это понятно всем. Ну, как это улучшится, насколько улучшится, и будет ли улучшение, и не вызовет ли это какой-то другой процесс, который мы уже сейчас выжимаем, чтобы, например, вообще все люди выйдут из сельской местности в города, ну, и вообще опустошиться в наш государство. Ну, так что вопросов очень много. Ну, вы не против вот реформы как таковой, я не имею в виду этой модели вообще, потому что сейчас же пытаются представить, чтобы вообще ничего не хотите и нет. Конечно, это тот же самый вопрос, который задавали мне на бывшие должности, на министра обороны, а всегда был вопрос о срочной службе. Да. Обсуждать и решать, и если есть возможность, почему нет? Ну, если есть возможность, это если разумно обсуждено, и это дает позитивный результат. И об этом тоже, ну, да, обсуждаем, видим, но если мы приходим к выводу, что это все-таки не даст, ну, тогда думаем, может как-то сделать так, чтобы было, ну, позитивное решение вопросов. И это очень болезненно, я думаю, что мы просто видим людей как в таблице Эксель. Ну, это за каждое, это семья, это, может, дома, где жили эти фамилии более 300, я не знаю, 300-500 лет. Это не так легко, это болезненно, и не хочется, чтобы люди опять, например, мы сделали бы, например, волну у людей, которые опять уезжают с нашего государства. Ну, это не хочется такого вызвать. Поэтому обсуждать и прийти к хорошему выводу, почему бы нет? Ну, мы же начали в прошлом правительстве реформы. Ну, вот сейчас они обсуждаются, как идти дальше, какие, ну, это, если ты что-то сделал, ну, надо обсуждать, получилось, не получилось, если не получилось, надо исправлять. И поэтому обсуждать это, я думаю, это правильно, но на данный момент, поэтому я сколько понимаю из публичной риторики, у всех соуправлений больше вопросов, чем ответов. Ну, это... 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, сегодня вы можете задавать свои вопросы нашему гостю, бывший министр обороны, ныне депутат Сейма Раймонд Бергманис. Да, пока мы ждем вопросы, может быть, вы уже упомянули вот один из таких вот таких тем, которые, наверное, часто дискутировались, когда вы были министром обороны, это вот срочная служба, вот продолжая тему обороны, но многие считают, что даже если бы у Латвии было достаточно денег на содержание вот этих срочников, да, призывников, то все равно это было бы не очень эффективно, потому что те страны, у которых даже есть традиция вот этой срочной службы, уже говорят о том, что нет ничего более эффективное, чем контрактная служба. Казалось бы, да, вот соседняя Россия, президент России, даже он... Да, уже он, да. Да, сказал бы, вот эти всякие стройбаты и все прочие, пора это все заканчивать, и потому что современная техника, ну, мы понимаем, требует все-таки знаний, а не просто, что сказать, там, бежать и копать. Спасибо, спасибо, это очень большая помощь, и об этом мы и говорим, и, например, то же самое, вот, например, восстановление срочной службы в Швеции, где к призыву, например, вот этот пласт, от которого мы должны призываться, это более, примерно 100 тысяч людей, а призывают 4. Ну, это мы как называем срочной службы или как-то по-другому? И, например, длинно-срочной службы, что ты обучаешься во время этой службы? Ну, это по-разному, в разных наших странах, и поэтому мы уже тогда осмотрели, из 33 стран, это НАТО и Евросоюз, только в 11 странах есть срочная служба, и в очень таких больших странах это очень тяжело, это очень большой ресурс нужен, чтобы это содержать, а результат, ну, не тот, я думаю, и поэтому здесь тоже надо всегда рассматриваться, если есть возможности, нужда и все, но мы все время рассматриваем через какую-то призму бывшего, надо смотреть будущее, как развиваются, какие, я думаю, сейчас, например, маленькое военное формирование, хорошо подготовленное, экипированное, оно может сделать такое, ну, большое влияние на какой-то процесс, что даже люди не могут осознать, но мы видим, как развивается, сейчас мы говорим о космических технологиях, о киберсфере, и это все, интересно, в 2000, по-моему, в 16-м или в котором году в НАТО киберсфера объявлена такая же сферой войны, как сухопутные войска, морские... — Технологии? — Технологии, конечно, этот человек с компьютера может натворить в нынешних днях такое, что даже уму непостижимо, поэтому это все развивается, но, конечно, без людей, которые служат, которые служат и которые готовы защищать, это, конечно, часть любого государства, это часть любого государства. — Всегда, наверное, идут такие дискуссии, куда вкладывать деньги, потому что денег у нас столько, сколько есть, потому что для одних стран 2% ВВП, не знаю, это какая-то фантастика с учетом объема ВВП в Германии, хотя они не вкладывают столько. — В Германии, но лучше пример будет Люксембург. — Да. — Люксембург, где у них в данный момент, по-моему, 0,5, но они до двух просто, ну, у них... — Да. — Ну, я не знаю, куда им тогда вкладывать эти деньги. — И они, конечно, нашли нишу, они развивают космические технологии, сателлитовые технологии, это очень важно. — А может быть, нам нужно было пойти по этому пути? — И я, кстати, об этом был бы рад, если бы мы куда-то к такому виду подошли, и у нас есть возможности. У нас есть центр в Венспиловском университете, где у нас Звайкзнейта, и этот центр, который остался еще с советских времен, сейчас восстановлен, там работает много-много ученых из разных стран мира, и возможности вот этого центра, я сам там побывал, они огромные. — Просто мы это даже не используем, да? — Мы это очень мало используем, и я вот старался, я был бы рад, если бы у нас была возможность продолжить вот это сотрудничество с Люксембургом, который и в общем на Веруссоюзе развивает вот эти технологии, и вот это сотрудничество могло бы нам очень-очень помочь, потому что возможности такие, ну, как вот такая станция, как у нас сейчас недалеко от Венспилса находится, в Советском Союзе только было шесть, на весь Советский Союз, и одна из них здесь, и люди строили... — Использовать это, да? — Конечно, это, ну, я думаю, что мы, если бы полностью сейчас там строится, и многие иностранные государства вкладывают, но наше, ну, как вот возвращаемся позиция-оппозиция, было голосование за бюджет этого года, и все-таки не проголосовали, там надо было дополнительно дать 300 тысяч как раз этому центру... — Услышал, видимо, слово «Венспилс», я думаю, что... — Да, наверное, и это очень жалко, потому что там, я говорю, работают очень высокие, развитые технологии, ученые, тот колоссальный труд, который туда вложили наши ученые, восстановив это все, чтобы было буквально разрушено, чтобы это невозможно было восстановить, и то, что я там сам видел, как это все развивается, и что это за возможности, это было бы очень опрометчиво, если бы мы это как-то опять все забыли и не помогали. И об этом, я думаю, я слышал сегодня по радиокулам, утром ехал, что все-таки правительство думает, как помогать науке. Это очень... И у нас был бы... Я реально знаю, что мы бы были в топ-десятке мира по этим всем возможностям, которые там есть. — Да, вот говоря о возможностях военных, ну, поэтому, что мы маленькая страна, и ресурсы у нас ограничены финансовые, вот, наверное, всегда возникает такая дилемма, такая дискуссия, как лучше поступить в условиях ограниченного финансирования, то есть, закупить, к примеру, военную технику, ну, судя по всему, зачастую все-таки уже пользованную, или вторая вариант — тратить больше денег на то, чтобы принимать союзников уже с готовой техникой, да, вот, как лучше вообще? Или это... — Самый лучший вариант — это найти гармонию между этими... — А это реально вообще? — Это реально. Это реально. Я думаю, то, что у нас сейчас, как развивается наша вооруженная сила, это как раз и есть то, что у нас есть и наши союзники здесь, и мы учимся у них, они учатся у нас, это очень важно, потому что, например, те же самые хаубицы, которые мы купили, вот такие же хаубицы у наших союзников из Испании, абсолютно идентичные, но у нас лучше, потому что австрийцы туда вложили на модернизацию уже деньги, у нас, например, полуавтоматический заряд и много еще там вещей, о которых, наверное, не буду высказываться. — Нет, ну понятно, да. А нет ли здесь противоречий? Потому что мы сами говорим об этих высоких технологиях, которые есть, а закупаем вооружение, ну, по существу, для той войны, которая была, не знаю, вторая мировая, танки, гаубицы, бонетранспортеры, может, надо было закупить, я понимаю, что это вопрос дискуссии Патриот, к примеру, да, и... — Патриот мы никогда бы не смогли купить, я думаю, все три страны Балтии вместе у нас бы был бы очень... — То есть такие цены? — Конечно, конечно, потому что для того, чтобы... Но мы развиваемся, и это, к крайней мере, это хороший вопрос, вижу, что вы следите за этим, этой сферой нашего государства, и это есть, вот, противовоздушная оборона в средней дальности, это одно из наших вызовов, в котором в будущем надо найти возможности ее закупить, поэтому данный момент, то, что вот эта вся дискуссия, то, что мы покупаем, там, техника, которая была у употребления, это все очень важно, она восстановлена, она дает возможность того развития, как мы видим наше, чтобы мы были мобильные, чтобы мы были боеспособные, и это все очень правильные решения, которые были до меня, я надеюсь, что они будут и после меня, как мы развиваемся, и об этом я рад, потому что, ну, то, что я видел, и то, что было, это день и ночь, и люди приезжают все же с нашей соседей, с Эстонии, с Литвы, и они удивлены, как мы развивались, как у нас получилось, и я думаю, что это будет очень хорошо, и наши союзники дают очень большое дополнение тому, но вы, наверное, уже знаете, что служба военнослужащих очень опасна, тем более людей, которые... И в миссиях участвуют. И в миссиях, это люди, которые здесь, наши союзники, они тоже в миссиях, и специалисты-саперы, и вот те случаи, которые произошли... Произошли, да, нет, трагические исследования. Два человека, да, проявлено. И, ну, если говорить, даже вот эта трагедия, которая произошла для Латвии, это было что-то впервые, и для этого надо было даже вырабатывать специальный регламент, как провожать этих людей, у нас такого не было, никогда не происходило. Так что это очень такие сугубо болезненные трагические происшествия, но это вот показывает, что военная профессия очень опасна. А мы вообще вкладываем в людей или вот только в технику? Я к чему говорю, насколько сегодня материально обеспечены военнослужащие, которые... Конечно, хотелось бы больше, но все это... Но они конкурентоспособны их? Одно из тех, что мы хотели, чтобы была нормальная казарма, чтобы был нормальный склад, чтобы было что одеть, что носить. А медицинская страховка хотя бы есть? Есть, все это есть, и медицинская служба, я думаю, хорошая, она сейчас там будет тоже перебираться, наверное, на другие помещения, но это все развивается, и те возможности, например, и наша цивильная медицинская служба, но очень в высоком уровне, потому что когда вооруженные силы Канады приезжали здесь с инспекцией, перед тем, когда они сюда прибыли, они же обследовали всю нашу медицинскую систему. Они удивлены были тем уровнем, какой высокий уровень, тем самым, что, например, как мы помогали до последней минуты в Галязерсе, это было очень быстрое реагирование и все, но... И у медицинских людей есть возможность, что они могут сделать... Предел, да. Предел, конечно, да. И, ну, это они, да. Ну, конечно, не надо обощраться, еще очень-очень много работы, очень много работы, чтобы это все обостроить, но, конечно, для конкуренции, чтобы конкуренция вокруг, весь, все наше государство, и, конечно, если где-то будет потеть больше, люди начнут опять уходить, но в данный момент было то, что пришло, люди приходили обратно. Я это, по-моему, недавно прочитал тоже в статье, что мы лидеры по тем людям, которые реэмигрировали и где-то устроились в Латвии, так вооруженные силы были лидеры среди всех компаний, которые, ну, приняли людей и которые вернулись в Латвию. Про развитие военной индустрии еще хотелось бы поговорить. Вы говорили о том, что мы можем, мы способны, у нас есть все возможности, начинать можно с сухого пайка и обслуживанием, ремонтом уже купленной военной техники, при этом у нас принято решение, что те же военные вездеходы, которые Латвия закупила, их ремонтом будут заниматься Эстония, которая такая же небольшая страна. Об этом я не могу, это же уже не мои решения, как бы. Но вы были в этой индустрии, у нас возможности есть? Это была одна из моих целей, и я надеюсь, что я косвенно достиг этой цели развития в нашей военной индустрии, которая была в очень плачевном состоянии. Но за эти последние годы это очень выросло, она очень выросла. И те возможности, я говорю, не надо думать, что мы здесь будем производить истребители или что-то подобное. Но то, что мы можем производить, амуницию, тоже упомянутые сухие пеки, и другие, например, специфические вещи, как, например, беспилотные аппараты, которые у нас развиты абсолютно на очень высоком уровне. У нас есть компании, которые вот сейчас приезжают, компании, из которых мы закупаем, и они здесь размещают некоторые вещи, производят здесь, они обследуют нашу производительную базу, которая у нас есть. Они очень удивлены тем, что, как возможностями, которые у нас есть. Я не буду здесь упоминать компании, но я знаю, что сейчас обсуждается контракт нашей одной местной компании, которая будет поставлять некоторые продукты для компании номер один в мире по военной индустрии, Лохен Мартинс, это самая большая компания в мире. В Латвии будут производить для них некоторые... Это уже решено или это еще стадия переговоров? Ну, я надеюсь, что это будет решено и так далее, и так далее. Поэтому у нас есть возможности, и это очень был тяжелый вопрос по тому, как, где же мы можем ремонтировать это все. Это очень важно. Я очень старался и хотел, чтобы это все было здесь, в наших компаниях. У нас здесь в Латвии производилось, чтобы вот эти деньги, которые вложены в развитие наших вооруженных сил и безопасности, чтобы они частично оставались здесь. Это была моя главная идея. Я рад, что некоторое исполнилось из этих идей, но об этом... Я не знал, что уже заключили они этот договор, чтобы обслуживать и ремонтировать. Ну, такой выбор сделан. Будем надеяться, что у них это получится. Потому что уже многие иностранные большие компании, очень большие компании из топ-двадцатки мира. Я уже видел на днях индустрии, военной индустрии здесь, которые проходили в этом году в Латвии. Я эти компании здесь же видел. Три года обратно они, я думаю, даже не знали, где что здесь происходит. А в данный момент они видят, что здесь все-таки есть рынок, что здесь развивается. И поэтому мы всегда смотрим, ну да, маленький рынок, одна Латвия. Не надо смотреть наши производители, тех ваших упомянутых и разных других вещей, которые могут помочь обороноспособным других государств. И в этом надо смотреть так. Мы всегда смотрим, а ну как, надо смотреть, надо идти в мировую экономику. И не надо стесняться об этом. И вот данные, которые я прочитал, например, недавно я интересную статью прочитал, что наша у нас есть Федерация индустрии Айсадзиба Сундроши. Да, есть такая, да. По-моему, Элина Игра. Элина Игра возглавляет. Да, вот о них в 16-м году они заключили с НАТОвской агентурой по снабжению и закупкам контрактов на 16 миллионов. В этом году они думают уже на 30 миллионов. Так что, например, наша компания Беллс заключила контракт по поставкам конкретных там оборудований. Нет, там снабжения. Снабжение. Снабжение каких-то конкретных целей других, конкретно в этой НАТОвской агентуре снабжения и закупкам на 6,2 миллиона. Для компаний, которая не очень большая, но они выпускают очень специфические вещи, это очень большая сумма. Это очень большая сумма. Если это будет, это первые шаги, если это будет удачно, это будет, ну, если ты поступаешь в эту цепь снабжения для всего НАТО, ну, дай Бог, чтобы у нас хватило сил производить это все, что там есть. И там могут быть всякие, вот были, я не знаю, как это продолжается, лет, например, наша компания Оркла, которая принадлежит там Цидо, Лайма и все наши компании, Узвара и другие, она поставляла воду в американские базы в Европе, в американские, ну, то не в НАТОвские, а в американские базы в Европе. Это был очень большой контракт, и это очень, просто воду, просто поставлять воду. А воду употребляется, она очень, ну, вы о воде, мы, наверное, начали до передачи говорить, и это человек не может долго прожить без воды, это очень важный компонент, и мы, например, при учениях правительства и других таких кризисных учениях, которые происходили в последние годы, один из таких уроков, которые мы поняли, это очень снабжение водой, как это очень важно, очень важно. Еще одна такая тема, насколько успеем ее обсудить, это вот о чем говорил уже ваш преемник на этом посту, господин Пабликс, о всеобъемлющей системе гражданской обороны, насколько это важно, и насколько это вообще реально, и что это для простых жителей, вот что им надо, к чему готовиться? Это очень важно, и я рад, что это все происходит, и буквально сегодня будет приходить на эту подкомиссию, которую возглавляю я, будет приходить Министерство юстиции, и все думают, а что, какое отношение Министерства юстиции, и, например, всеобъемлющие системы безопасности государства, например, что происходит с тюрьмами во время каких-то кризисов? Хороший вопрос, об этом мы не задумались, зато интересно здесь пришел вопрос и по WhatsApp, вот у нас радиослушатели, видимо, все-таки подкованные в военном деле, спрашивают, почему Латвия не может закупить один-два новейших танка «Леопард», а покупает десятки единиц даже техники 60-х годов. Зачем? Ну, что мы будем делать с одним-двум танками? Я думаю, мы не будем никуда не наступать, а вот если мы закупим сотни противотанковых ракет, это нас, государство, оборонить намного-намного лучше. То есть надо даже противотанковые, а не танки закупать, да? Вряд ли у нас будет великое танковое сражение, как Сталинга с Рубитой, да? Правильно, вот видите, вы намного, наверное, лучше подкованы, чем человек, который задал, зачем покупать, ну, мы можем закупить, я говорю, одну систему «Патриот» и все, и тогда ничего, вообще денег ничего не останется. Так что… И есть еще сейчас система перехвата в море. Ну, много есть, но если мы возвращаемся, я очень доволен, что вы задали вот этот вопрос. И, правильно, вот пару таких интересных моментов, например, я был в Акне, встречался с людьми, и у них не было 3-4 дня электричества. 3-4 дня, и они поняли, у генератора нет, ничего нет, телефон не зарядить. Все. Все. И они после этих 3-4 дней, ну, это смешно, но они очень осознали, и как важно, чтобы у тебя дома были свечи. Просто свечи. Это мы все осознали, я помню… Только тогда, когда мы встречаемся с таким… Такая авария, ну, с электричеством сетями в многоквартирном доме пару лет тому назад, и, естественно, вырубил и все. Понятно, холодильник, телефон. Все. Все. И отопление тоже. Все. Все вырубил. Если зимой, это вообще крах. Все. Это крах. И еще один интересный момент был, я читал буквально сейчас там кризис практически какой-то в Судане, и вот закрылись банкоматы и банки, и люди, нету наличных денег. А у него в банке стоит много денег, но он не может купить ни лекарства для своих людей, которым им надо постоянно, ничего. Кстати, все просто попытки правящей комиссии запретить использование наличных средств. Об этом, вот это есть, вот и есть безопасность. Об этом я рад, что мы об этом говорим, и мы никогда не рассматриваем. Мы живем, что это все, что сейчас происходит, будет вечно. Не может быть никакого форс-мажора. Форс-мажора. И вот люди, которые, вот они, я думаю, уже поменяли отношения, и у них, например, мы смеялись, ну, вот тут очень часто говорят о том опыте, который, например, ну, очень долголетний опыт Финляндии. Годами они строят вот эту систему, вкладывают, обучают всех людей. И отношения, и там проходили вот эти опыты, может ли семья продержаться 72 часа до поступления помощи и как. Ну, вот мы буквально посмеялись с женой, а как мы выдержим, у нас хватит всего, чтобы прокормить семью. Она говорит, да, я как белка, как она тащила все, у нас все будет нормально. Но об этом надо задумываться, потому что случаи могут быть, ну, очень разные. Это может быть катаклизмы климатические, техногенные, это может финансовые, это может политический кризис, да любой кризис может быть. И чтобы эти люди, это не надо так, чтобы сразу сегодня все идем, но об этом надо задуматься. Вот это отношение. И все спрашивают, что такое всеобъемлющая система безопасности. Это очень простой ответ. Это отношение любого гражданина, проживающего в нашем государстве, к безопасности. Все. Спасибо. На этом нам пора заканчивать. Бывший министр обороны, ныне депутат Сейма, Раймин Берманис была на студии. Спасибо и всего хорошего. Спасибо.